В Раубичах стартовал открытый чемпионат Беларуси по лыжным гонкам, который собрал всех сильнейших представителей этого вида спорта в нашей стране. За дебютным днём соревнований наблюдала Юлия Селепицкая. К сожалению, наши лыжные гонщики не могут похвастаться своими успехами, как биатлонисты. Но и болельщиков этого вида спорта можно пересчитать по пальцам. Открытый чемпионат страны в Раубичах проходит в эти дни при полностью пустых трибунах. А ведь участвуют сильнейшие лыжники Беларуси. Ну, наверное, первое, что сегодня бросилось мне в глаза, приехав сегодня на открытый чемпионат Республики по лыжным гонкам, пустые трибуны. И сегодня не будет зрителей, любителей лыжных гонок, как в старые советские времена, при полных трибунах. То, наверное, мы вряд ли сдвинемся дальше. В чемпионате спортсмены определяют сильнейших на трёх дисциплинах. 10-15 километров в свободном стиле мужчины и женщины, спринт и дуатлон 15 и 30 километров. Наравне со взрослыми за награды борются и юноши до 20 лет. Это заключительный старт в отечественном сезоне. Однако два лучших лыжника отправятся на последний этап Кубка мира в Осло, который стартует 11 марта. А юноши смогут попытать счастье на чемпионате России 20-29 марта. В отечественных лыжных гонках одной из острых проблем стоит ближайший резерв. Явно всё время пробил. Даже вот сейчас у нас соревнования идут, вы видите, да, чемпионат республики, открытое перенство. И мы даже не видим участников детско-спортивных школ. То есть, хотя бы, я так думаю, что если детско-спортивная школа есть, идёт перенство республики, да, чемпионат республики, то как бы детям, которые занимаются лыжными гонками, было бы интересно здесь проучаствовать. Теперь женскую команду усилят две российские лыжницы. Юлия Тихонова и юная Анастасия Майнгард. Ожидаем, во-первых, то, что они усилят нашу национальную команду. Это раз. Во-вторых, опыт нахождения россиянок национальной команды России, то есть он будет полезным и для наших девочек в том числе. И, в общем-то, мы, конечно, связываем с них перспективы выступления на Олимпийских играх в Корее. Смена поколения в лыжном спорте уже произошла давно. Белорусским феноменом остаётся 42-летний Сергей Далидович. Лидер сборной стал ещё и старшим тренером мужской национальной команды Беларуси. Планы год. Осло пока у нас стоит в плане 14-го числа. 99% что, наверное, на Кубках мира будет последний мой старт. Во второй соревновательный день спортсмены шли спринт по жёсткому снегу. Но главный коуч Виктор Комоцкий считает, что это нормально. И готовиться к серьёзным международным стартам лучше в родных стенах, на родном снегу, пусть и искусственном. И круглый год. Продолжение следует...